Всем привет, дорогие друзья, с вами Настя Бут Барби. И посмотрите, на каком фоне я сейчас нахожусь. Что это значит? Это значит, что ко мне приехала Карина Нигай, и мы наконец-то будем делать разбор моего гардероба. Как вы ждали это видео, друзья, поздравляю, наконец-то. А я ва**, мне ничего не надо. А на сегодня в розовом, под меня, как бы мы такие две подружки. Ставьте лайк, и мы начинаем. Если честно, я безумно счастлива, что ты сейчас вот посмотришь вот это вот все. Я половину из этого не ношу, естественно. Я обожаю. Знаете, а еще, когда я прихожу к кому-то в гардеробную, люди убираются. Вы видите, как аккуратно? Вы думаете так каждый день? Нет. Я готова поспорить на все, что угодно, на свою девственность, что здесь. Так никогда не было, только передо мной. Час назад тут был полный п***. Уверена была. Это когда ты мне написала, а во сколько ты приедешь, да, чтобы понять, сколько у тебя есть времени, чтобы убраться. Бусенька моя слабенькая, приятного аппетита. Это было вообще жесть. Ну, а как? А что? Надо же быть хорошей девочкой, прележной. Ну, типа, я всегда такая. А еще, знаете, люди любят приглашать перед этим стилистов, которые все разбирают. И такие, Карина, разбери мой гардероб. Надеюсь, что ты так не делала. Да. Я вижу трусы Суприм. Все. Боже. Заканчиваем это шоу, ребят. Это что? Это тебя покусала Рудковская? Я не знаю. Я не знаю. Просто я люблю их очень сильно. В них ходить просто как в шортах. И у меня четыре пары. Я не знаю. Это мужские, правильно? Конечно. Вообще, это модная история сейчас. Нулевые до сих пор остаются актуальными. Если вы вспомните все луки Тимберлейка. У него всегда выглядывала резинка Кельвин Кляйн. Ну, вот Суприм это уже как бы отрыжка нашего времени, которую, собственно, мы очень носим. Киса, пойдем со мной. Я никогда не разбирала гардероб с кисой. Киса, пошли. Она так подходит вообще. А слышно микрофон? Почему микрофон? Нет, она так не будет. Господи. Кто носит фирму Адидас, тому любая баба даст. Она была олдовая и говорила олдовые шуточки. А это, кстати, модно, мне нравится. Они какие-то шитые-перешитые, да? Это ты сама сидела ночью или как-то? Это я купила в Турции два года назад. Это Абибас? Абибас. Абибас. Нет, ну вообще классные. Вот я бы их носила. Мне кажется, единственное, что они должны быть больше. Вот как твои джинсы, да? Было бы вообще воднее. Офкорс, карго шорты? Нет, это вообще... Юбка? Что сей? Ребят, я ничего не хочу сказать, но мне кажется, что это пошловато. Это вот новое поколение, новое поколение. Они вообще ничего не знают о приличии. Наверное, если ты хотя бы носишь под них шортики Supreme, чтобы, знаешь, получался комплект. Неплохо, неплохо, да. В этой юбке я была на дне рождения. Вот, и у нас были конкурсы. Ты очень много выпила. Естественно. Естественно. Да, вот так норм, как памперс внизу, знаешь? Нормально. И кроп-топ, и какую-то жилеточку, и супер. Лучше, да. А что мне теперь с этим делать? Мне так нравится эта юбка, и вот что, как-то сшить это можно? Ну, вообще можно, да, еще закастомить как-нибудь и будет ничего. Ну, по панкам там что-то из палок, говнопалок и сделаем. Извините. Если честно... Чтобы понимали, здесь string, like, this is Mugler. Оправдывайся. But this is Shein. Shein. And они little bit маленькие мне, и, если честно, они вот просто лежат, и я не знаю, что с ними делать. Ну, ты их хоть раз на съемочку там надела? Нет. Ребят, я всем очень сильно рекомендую, да, если вот шутки в сторону, вещи, которые вы не носили полгода, складывайте их в отдельную коробку. Смотрите, вы складываете их в отдельную коробку, не выкидывайте. Они живут еще полгода у вас под кроватью, и, не знаю, на балконе, ну, где-нибудь, где вы их не видите. И если вы ни разу не заглянули в эту коробку, значит, эту коробку вы раздаете друзьям, благотворительность, что-то выкидываете, если что-то, ну, совсем в плохом виде. Значит, вы в эту коробку больше никогда не заглянете. Это такой лайфхак, как безболезненно избавляться от вещей. Потому что психологически вам будет намного проще, что эти вещи еще как бы с вами, но они где-то там, где вы их не видите. Потому что если вы постоянно видите перед собой вещи, которые вы не носите, то вы подходите к шкафу, и у вас происходит психологическая травма. Вы такие, одежды много, но я не знаю, что надеть. Вот этот вопрос, что нечего надеть, он возникает иногда из-за изобилия вещей. То есть, когда их слишком много, и ты не понимаешь, что надеть. Вот оно что! Я в шоке. Ты мне раскрыла сейчас, просто Америку открыла. Я реально в шоке. Angel Does, кстати, вот. А это вот как я, да? Это вот типа мы. Ой, а мне подходит? Ой, да. Смотри. Слушай, типа, ой, ты рэп. Вот, все, да? Я теперь снова молодая. Киса! У нас 9 жизней, мы молодые, красивые. А? Ну? Иксо, хаус, ю! Реально, вот, я вот так вот одеваюсь. А как там? У вас есть какое-то что-то? На бокам на Иксо, он скрывает свое лицо. И при чем этот твой лайфм? Твой лайфм? Я знаю, уху, я не такая лодовая, как ты думаешь. Все, друзья, в Иксо Тим новый участник, и это... Карина Нигай! Уху, поздравляем. Да, и сейчас такие типа директора, алло, вырежи, вырежи, быстрее. Я обожаю вот эту вот историю Дизеля. Она вообще тебе безумно идет. Я вообще... И у тебя здесь вот эта вот маечка Дизель внизу. Просто никто не знает, но я расскажу. Покажи. Та-ра-тан, та-дан, та-ра-тан, та-дан. Как-то закончили стриптиз, на этом все. Это супер. Это нужно носить. А-а-а, кринж. Вот это? Да, это кринж. Это моего дедуля. У вашего поколения у вас ностальгия по бабушкам и дедушкам. Потому что вы бабушек и дедушек любите... Ну, понятное дело, вы любите своих родителей. Но бабушки и дедушки это что-то всегда хорошее. Всегда светлое, всегда потрясающее. И на этом сыграл бренд Гуччи. Когда Александр Микеле пришел на пост креативного директора, он сыграл на этом, потому что, помнишь, были вот эти бабкины наряды у них постоянно на шоу. И он играл на теме ностальгии поколения по своим бабушкам и дедушкам. Потому что мы, по большей части, все, ну, как-то так или иначе, воспитывались бабушками и дедушками. С ними проводили очень много времени. И вот эти вот ностальгии даже по одежде бабушек и дедушек, она присутствует вот у вашего поколения. А почему кринж? Ну, прикольно. Ну, она кринж. Я люблю делать луки такие. Школьница-шлюха. Надеваю рубашечку, мини-юбочку такую школьную и вот такую жилеточку, галстучек. Все такое размазняю, ну, типа, вот как моя прическа. И гольфики там. Ну, короче, покажу. Это у вас, это у вас болезнь всего эксотима. Вот это вот, любите, вот этот стилек. Если бы здесь была жилетка такая более современного кроя, вот как там вот где-то у тебя висит, то это одно. А здесь именно такая олдовая вещь с дедулией. Это немножко другой вайп. Он классный, я его понимаю, я вообще люблю секонды и прочее. Просто я к тому, что, ну, на фоне всех вот этих вот штук, она выглядит как кринж, потому что она очень сильно выделяется, да? То есть ее можно выцепить и за нее зацепиться. Выцепить и зацепиться. Мы не выбрасываем. Нет, мы не выбрасываем, мы не будем. Мы не выбрасываем. Ни в коем случае. Я тоже ностальгирую по бабушке и дедушке. Смотрите, вот это у нас костюмчик моего бренда Бэт. Что мы имеем? Такие вот штаны. Джоггеры. Скажи мне, пожалуйста, что ты об этом думаешь? Слушай, мне очень нравится, что здесь есть вот эти вот защипы в виде шва. Да, то есть это очень оригинально для джоггеров, потому что обычно, если делают такие спортивные брюки, то чаще всего вниз они уходят как палаццо по форме. То есть они такие прямые или даже чуть-чуть клешоные от бедра. А здесь ты сделала этот шов, но при этом на джоггерах. Это оригинально и прикольно, и это выделяет твои джоггеры, поэтому это классно. По качеству тоже очень приятные. Мне нравится, что они очень объемные. Такое небольшое, очень аккуратное лого при этом, которое отражает тебя. Но, по большей части, я хочу выделить, собственно, кофту на замке. Во-первых, кофта на замке, а не просто худи, это уже классно, потому что это супер актуально сегодня. А во-вторых, мне нравится, что она кроп, ну такая, типа, укороченная. Для девочек. Да, для девочек. Хочем показать. Это прям кайф. Почему у меня нет такого костюма? А ты цвет выбери? Меленый, черный, серый, бежевый. Серый, я думаю. Или черный, серый или черный. Какой-то видеть. Очень дорого выглядит так вот. Ой, как тебе идет. А мне вообще, да. Я вешалка. Я как ребенка своего одеваю, такая, ой, хорошенькая. Супер. Иди, давай. Пойду мальчику покорять. Блин, реально хорошо. Все, берем, оставляем. Я хочу быть твоей кошкой, но это капец, это просто. Лайф из кайф, понимаешь? А это ты сама сделала? Да, я это сделала сама. Это был просто обычный свитер. Я его растянула. Вот это вот дырки сделала. Самая ходовая моя вещь. Я постоянно ее куда-нибудь надеваю на топики и... Очень круто. Вот это вот лайфхак, ребят. Сделайте себе, если вам надоел какой-то свитер из той самой коробки, которая прилежала год, достаньте и сделайте самую ходовую вещь в вашем гардеробе. Совет дня. Хай, Барби! Хай, Барби! Хай, Барби! Хай, Кэн! Она сейчас у меня самая любимая. Недавно ее заказала достаточно. Вот, ребята, шейн, 3 копейки. Выглядит супер. Как она убралась? У меня же страшно самой. Причем сама убиралась. Вот это очень круто. А вот это бы даже я носила. Это очень мне нравится. Очень красиво. Вот это тай-дай, какие-то расплывчатые буквы. Это interesting. Вот это тоже я люблю штучку. Гавана унна-на. Ай-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Это прикольное полотенчико на сисях. Нет, вообще прикольно. Это все можно классно стилизовать, носить. Твой стилек, видите, на ней. Этсьми. Этсьми. Боже, мне взяли сисечки. Было приятно. Так, ты должна была куда-то спрятать что-нибудь такое. Крюш какой-то вниз. Ага, вот он. Ну, имеется и такое там. Это что, для сексуальных ховер? Бэт Барби. Оказывается, реально Бэт Барби. Это вебкам? Признайся. Что ты такая, знаешь, вечером выключается свет, включается неон, и ты такая. Слушай, у меня бы получилось. Я стопудово, конечно, у тебя бы получилось. А это правда, что некоторые участники XO Team стали вебкамить? Что? Нет. Ну, у нас Алиша, у нее есть онлик. Ага. Бывшие. А, бывшие, да. Я как слив какой-нибудь найду, я перекрещиваюсь и думаю, господи боже мой, девочка, ты чего творишь? Да, там прям писю показывают. Ну, там вроде бы есть пися. Пися есть. Есть и пися. Ой, надо посмотреть. Мы, короче, мы смотрели ее сливы и с девчонками. И гадали, сделаны у нее сиськи или нет. И мы просто понимаем, что 8 девочек на одну Василенко смотрят, такие, нет, у нее не сделано. Нет, посмотрите, нет, сделано. Нет, они трясутся не так, они вот так. Подождите, да, да, да. Короче, понятно. И если что, у тебя есть план Б. Он у тебя лежит в конце кучи. Ну, да, как бы. Так, смотри, я не хочу смотреть на твою писю на сливах. Имей в виду. О, ребят, ну тогда не за что в жизни, ребят. Вот это я создала немножечко. Это сейчас мое любимое. Это на ноги или на руки? Это на ноги. Это можно, в принципе, и на руки, кстати. Это руки-базуки. Ой, где они грязненькие. Моя самая любимая вещь. Скажи, это твоя прошлая кошка? И диван из Партилана. Послушай, что тебя ждет. Ну, вот это теперь мой мастхэв любимый. Я очень часто надеваю вот эти бархатные тяги. Они очень привлекают внимание. Слушай, ноги потеют, скажи. Не потеют. Нет? Ну, я вот в жаркое время не ходила. Я надеваю под это гетро. Ой, это вот для нашего видео подходит. Слушай, я на самом деле, у меня в школе такие были. Реально? Да, да. Я настолько стара. Та мода, которую вы сегодня носите, я носила в школе. Я была фанаткой Бритни Спирс. У меня повсюду были плакаты. Парис Хилтон. Я была просто ее фанаткой. У меня было все, как у нее. Знаешь, я даже хотела сделать белые волосы. Но мне родители не позволят. В общем, вот это все я в школе носила. Меня из школы выгоняют. У тебя есть сумка, которую я хотела купить. Она напоминает чехол для наушников этих. Нет, дай. Она напоминает PSP. Или этот. Или руль. Вообще, она офигенная. Это очень красиво. Сань, нам надо. Да? Забираем. Окей. Мою забирай. Это все по потапкам. Нет, да ладно, ладно, ладно. Не буду. Почему у тебя в Барби такие туфли? Это Луэва? Мне прислали это, типа, как приглашение на мероприятие. А именно туфли не хватило. Да, они какие-то тряпочки завязали. Я тоже удивилась, конечно, но подумала, ну ладно, креативненько, в принципе. Это пошлая Барби, посмотри. Она хотя бы в трусик. Уже на этом спасибо. Спасибо. Она тебе на вебкаме поможет, если че. Господи, вот эти, вижу, заголовки. Карина Нигай провоцирует Анастасию Бэтбарби на вебкам. Нет, ни в коем случае на меня смотрят твои родители. Ну это вот я тебе говорила, остаточки мои доски. А ты хотела 5,5 миллионов. А у тебя сейчас сколько? 1,7. Ну, че, чуть-чуть осталось. Три раза больше. Да ладно, давай. Ну да, давайте рилсики влечем. Да, сейчас мы их делаем, сейчас шлифуем, рилсики все будет. Ой, мне вот эти кроссовки нравятся. Красивые такие. So cute. Слушай, ну я в красочах ничего не понимаю. Тут, наверное, какие-то лимитки, швлемитки, гордость твоя, да? Вот это все. Ну да, я, конечно, больная по этому поводу, но сейчас уже моя болезнь чуть-чуть ушла, скажу тебе честно. И ты перешла на лабутаны. На это я не перешла, еще финансовое положение такое. Все на ипотеку. Все на ипотеку, реально. Короче, я больная по кепкам, посмотри на это. Слушай, ну я в кепках не шарю, но мне очень нравятся вот эти все панамы. Господи, я хожу просто в разных головных уборах. По хате мне нравится это видео, оно зайдет. Перешли в зону кухни, и почему-то в кухне у меня тоже есть гардероб. Это верхняя одежда, это платье. Ну да, шлюха. Да нет, тут не шлюха, тут какая-то... Это даже не миллениалы, это кто-то еще до этого, это олды. Олды орды. Куда ты это носишь? Скажи, у тебя волшебная палочка есть, когда ты надеваешь это платье? Ты вот так делаешь, типа дзы-и-и. Вот это офигенно. Вот это мне очень нравится. А вот так выделяется фигура, это просто. Просто секси, да? Асимметричный крой. Ситуация с Ляшечкой, которая говорит привет. Hello, I'm here. Вообще. How are you? За что ты убила медведя? Это, кстати, вот из того магазина, где была вот эта вот сексуальная штучка. Понятно. Это, в общем, это магазин вебкам, сейчас я поняла. Ну вот смотри, мне знаешь, что нравится? Вот у тебя, короче, очень много повторяющихся фасонов. Мы видим три абсолютно одинаковых платья, абсолютно идентичных платья. Там вот это, непонятно? Вот это шелковое, а это трикотажное. Вот это, оно проклятое, кстати, вот это. Почему? Потому что... Ты просыпаешься не дома, когда его надеваешь, что? Скажи нам честно. Будь честна со своей аудиторией. Это нормально, ты взрослая девочка. Понимаешь, зай, я когда его надеваю, это все. Все мужики твои? Да. И это... Почему тогда проклятое, тогда счастливое получается? Мы с тобой поговорим об этом за кадром. Тогда можно мне надеть? Мне надо! Да, 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 да! Вот тут здесь как бы три точно таких же платья, только с другим принтом и цветом. Все на тонких бретельках, в обтяжку очень короткие. Что нужно знать о Насте? Она любит такие платья. Вот, мне очень нравится, что у тебя очень много винтажа. Это на самом деле классно. И да, это очень редкие истории, которые не повторяются, делают тебя уникальной. Я вообще обожаю людей, которые умеют это сочетать в своем гардеробе. Я просто про такой нью-скул, то есть про постоянную смену вещей, про фаст фэшн и прочее. Ну, в силу того, что это моя работа, и она постоянно требует у меня смены, да, всего. А у тебя есть какие-то такие вещи, которые вот являются частью твоей индивидуальности, которые ты несешь. Ты тоже их меняешь часто, я уверена, но тем не менее. Очень классные винтажные куртки, тяжелые, капец. Я за это их не люблю, потому что их невозможно взять в путешествие. Это сразу пол чемодана вес, либо нужно тащить на себе. Ну, тоже в аэропорту это не особенно удобно. Потеешь в этом самолете, вот это вот постоянно ее как... Потому что у меня тоже очень много винтажных курток, мото-курток именно, знаешь, таких профессиональных. Я прям синий, красный, зеленый, серо-бурмалиновый, всякие разные. Но они висят у меня дома. В Москве я их не ношу, потому что я постоянно передвигаюсь на тачке, и мне типа жарко, я вообще это не использую. А типа с путешествия, когда ты, знаешь, нарядился там по Риму, вот как вы гуляли, такой чик-чик, думаешь, господи, это с собой тащить, да, ну нафиг. Ну вот это, вот это, конечно. Ну вот это уже, да, это уже немножко отошло. Это я готова выбросить, если честно. Что, резать будем? Можно порезать? Будем? Давай. Давай, тащи ножницы. Поподим резать. Финс просто, Финс такие, да что? Отписка. Да что? Мы же тебя любим. Давай, сама. Я держу, ты режешь. Мама! 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 Мы режем! Раз, два. Жесть, мне понравилось! Кайф, да? Смотри. Это вообще, это терапия, знаешь? Боже, боже. Это лучше, чем гонг медитации. Блин, а вот это? Ой. Чупа-чупс! Чупа-чупс, Гоша Кикс. Из этого можно сделать вот такую штучку. Резинку, кстати, да. Скажи. Ой, вообще модно, да. Ну, сшить ее и все. Можно вот так вот обрезать. Да, кроп. Можно вот здесь вот обрезать. Сделать новую гетру кожаную. Пипец! Да. Вот она будет за счет резинки держаться, а здесь будет белая, широкая, прикольная, кожаная. Реально! Можно попробовать, как смотрится будет. Ребят, мы гении. Вот это вот, видела мем по поводу бежевого тренча? Да! Просто по Патрикам все ходили в одинаковом бежевом. Но у Насти не просто бежевый. Да, друзья. Мятый, страшный. Ну, розовый позади. Ой, вот это. Это что, люкс? Да. Ой, мне это нравится. Это очень-очень стайлиш. И вот этот бархат. Это очень нравится. Моя самая любимая просто. Единственная любимая. Самая любимая. Ой, я видела, вот в этих ты гуляла по Риму. Да. Очень круто. Я еще думала, ну как же тебе жарко. Очень, да? Вот они, они очень жаркие. Очень по телу. Просто отвратительно жаркие. О, ну вот это опять вебкам. Но мне нравится, это сейчас очень модно. Мне нравится, что она как бы в тапках такая, типа, модная и я. Стилист. Пожалуйста. Можете меня здесь зашейить? Подожди, секундочку. Баленсиага. Баленсиага. Я по песку, по морю в них ходила. Все, все три месяца на Мальте. Ну, хотя бы, да, вот я хоть как-то. У меня теперь тяги от Баленсиаги. Реально? Чувствуешь? Йоу. Сейчас там она должна кинуть бабок. Старик. Ой, это вот это под, да, под Версачий закос от Бешка. Ну, такие прикольные. Я, кстати, не стала себе покупать, мне неудобно. А как ты в них ходишь? Ну, я в них не хожу. Вот это so interesting. Вот это мне очень нравится. Я люблю обувь с вот этим вот японским, как называется, перемычкой. Чана. Чана. Вот. Кто же еще это подарил? Понимаете, да, я азиатов, чувствую. Японский, азиатский мотив вот этот вот. Нюх, нюх, нюх. Ну вот и все. Ну вот и все. Мы подошли из-за двора. Ты много на себя взяла. Что-то там дальше. Это уже из моего двора. Пойдем шансончик. Вот это шансончик, ягуар, гитара, семки. Да, да. У меня такое сложное было отец. Такое, что-то. Мы тебя понимаем. Ну вот, работаем психолог. Детские травмы. Ну что ж, друзья, мы разобрали мой гардероб. Я в восторге, если честно, от того, что мне не сказали каких-то негативных моментиков. Вообще. Я вообще-то могу теперь себя называть официально стильной. Модной девчонкой. Вот. Надо, правда, все-таки повыбрасывать много чего там. Я воспользуюсь твоим лайфхаком. Да. Сто процентов, ребята, и вы пользуетесь. И подписывайтесь на канал Карины. Ссылочки все в описании. Сейчас мы ставим лайк, пишем комментарии. Я все комментарии читаю и лайкаю. Да на этом все, скажи что-нибудь. Ребят, спасибо вам огромное за внимание. Настюшка супер. У нее офигенный гардероб. Вы сами все увидели. Хорошо, что мне предоставили возможность приоткрыть эти двери в ее гардеробную. И показать, и порыться во всем. Всем желаю классных, креативных образов. Обязательно отмечайте нас в сториз, когда будете смотреть это видео. Нажимайте там на звоночки, чтобы не пропустить новые. Ну, вы знаете, что делать. Любим, целуем. Пока-пока. Пока.